Из-за вас нашу школу хреном собачью закройли! Прямо сейчас школу Святого Фудича захватили. Это все из-за тебя меня посадят тюрьму. Знаешь что? Я один сидеть не собираюсь. Серег, и что это за хрень? Где захват школы? Коменты отбой дали. Камран? Товарищ директор, я видел все, что вы делали всю эту неделю. Теперь Камран здесь может творить абсолютно все, что захочет. На протяжении целой недели ученики Александр и Дмитрий унижали своего ровесника. Это что еще за... Мам, ты так и будешь меня игнорировать? Не все же так плохо. А, ну ясно, все так же молчишь. Я просто хотела наконец-то нормально поговорить с тобой о прошедшем. Мы ведь уже три дня нормально не разговаривали. Да мама, ты не забыла, что я твой сын вообще-то? Мне тоже тяжело, понимаешь? Я хочу хоть какой-то поддержки от тебя. А ты меня сидишь и тупо игнорируешь. Это неправильно, мам. Неправильно? Ты хоть знаешь, что неправильно, а? Ты лучше напомни себе, как ты избивал мальчика в школе вместе с этим Сашей твоим. Да ты понимаешь, как это бредово звучит? Зачем нам с Сашей этим заниматься? Или ты думаешь, нам больше делать нечего? Да вы от этого нечего делать? Полшколы уже разнесли. Все, вали давай, чтобы духа-то у него здесь не было. Отлично поговорили. Спасибо, мама. Ну что, чуваки, это новая девятая серия. Давайте соберем здесь 3000 лайков менее чем за сутки. Тогда следующая серия выйдет очень быстро. Подписывайся на мой телеграм-канал. Там ты можешь узнать много всякого интересного. Также внимательно смотри, потому что иногда на экране будут появляться буквы, из которых надо составить слово и написать в комменты. Будешь первый, я закреплю. А здесь у нас место для рандомного подписчика. Хочешь так же? Подписывайся. Все, больше не задерживаю. Приятного просмотра. Я не понимаю, почему она мне не верит? Это же очевидно полная глупость, что говорили по новостям. Она могла меня хотя бы чуть-чуть подержать, но нет. Она просто... Ой. Эй, Димон, ну ты смотри, куда идешь-то хотя бы. Прости, просто задумался немного. А, мама на тебя до сих пор обиду держит за тот случай с новостями, да? Да. Держит не то слово. Она просто меня игнорирует. А если отвечает, то кричит. Я, конечно, понимаю, что я не самый лучший сын. Но я разве заслужил такого? Ну, обвинение в твою сторону серьезное. Особенно серьезно то, что это показали по новостям. Короче, дай ей чуть-чуть больше времени. По-любому все наладится и будет как раньше. Ну, я надеюсь. А ты, кстати, что-то стоишь? А что еще делать-то? В классе пока нет никого. Вот и стою, жду, пока кто-нибудь придет. Ну, я уже пришел, так что пошли в класс. Ну, погнали, Дагашин. Да блин, что ты делаешь? А что ты ходишь во время урока? Часы тебе подарить, что ли? А валенок? Да сам ты валенок, понял? Да сам ты валенок. Да валенок уже валит, толстый. Да я толстый? Да ты на себя посмотри. Я извиняюсь, а что тут происходит, Александр? А это Леопольд Арнольдович называется Камранская империя. Он теперь здесь творит все, что захочет. Как это все, что захочет? Я сейчас подойду к директору и разберусь с этим. А ты садись пока, Александр. Ага, удачи. Совсем уже обнаглели. Дим, ну что там с мамой? Да ничего нового, все так же игнорить. Но сегодня решила наорать на меня. Видимо, уже прогресс. А у тебя как дела? Да вот за своего парня переживаю. О нем, кстати, теперь вся школа говорит. А возможно, даже и весь город. Да господи, никто обо мне не говорит. Где ты такое слышала вообще? Подруги, родители, знакомые, новости, директора. Мне продолжать? Да не надо, я понял. Не волнуйся, они все равно забудут уже через месяц. Да нельзя это так оставлять. Почему ты постоянно все на самотек пускаешь? У тебя проблемы и немаленькие. Если ты не осознал, а тебе сейчас все говорят. Ну, директор сказал, что Камран в этой ситуации был прав, а вы... А мы дураки, которые мешают нормальным ученикам учиться, да? Ну, грубо говоря, он так и сказал. Ну, кто бы мог подумать. А вы, кстати, где глобус потеряли? Что? Глобус? Ой, а и правда. Видимо, у директора забыл. Так, я быстро не балаганьте тут. Полин, пойми, мне без разницы, что обо мне говорят. Это все равно неправда. Нет, а давайте все лучше узнают, как было. А то бабушка мне уже весь мозг проела. Ну, иди попробуй рассказать. Тебе все равно никто не поверит. Блин, ну и что нам терпеть его выходки теперь? А ты скажи мне, мы похожи на тех, кто терпит? Эм, ну, наверное, нет. Че? Че ты так смотришь на меня? Я буду уже какой-то план придумал. Походу, придумал. Итак, план двухэтапный. Мы сейчас на первом этапе. Дима со мной по правой стороне. Саша и Нефор по левой. Стоим за стенкой и ждем, пока войдет камеран. А когда он войдет, просто будьте рядом. В смысле рядом? Ты че вообще задумал? Нет времени объяснять. Он может явиться сюда в любую минуту. Нам нужно встать так, чтобы никто ничего не видел с той стороны. И чтобы он не смог выйти. Стой! А если он не придет сюда? Ну, значит, будем ждать его на следующем перемене. Когда-нибудь же придет, верно? Верно! Это риторический вопрос, Саша. На него не обязательно отвечать. Все, ребят, давайте, короче, по местам вставайте. Дерзкий. Перемена уже почти закончилась. Он не придет. Пошли уже. Нет, нет, Димон. Он должен прийти. Я придумал слишком гениальный план. Он не может не прийти просто, понимаешь? Но, видимо, не судьба исполнится твоему плану. Тихо! Кто-то идет, ребята, готовьтесь. Тут самый лучший лук. С огорода сорвать лук. Это эко-мран. Ну, привет, самый лучший внук. А, ой, а вы че тут стоите? Точнее, а вы че тут стоите, овощи? А мы ведь уже здесь встречались когда-то. Помнишь, да? Ну, допустим, помню. И че? Не, я думаю, ты не помнишь. Если бы ты помнил, ты бы знал, чем все тут заканчивается. Эх, ты, видимо, тупой. Я ж тебе говорю, я помню. Поэтому я немного подготовился. Выходи уже давай. Что? Сын директора? А, ну, точнее, не сын директора, как оказалось. Ну, вы, короче, поняли. Да, да. Привет, Димончик. Соскучился поди. Ну, стало тут на одного говнюка больше. И че? Нас четверо, а вас двое. Ой, я дико извиняюсь. Пацаны, заходите. Максон, нам вот этих разбирать, что ли? Они же сами все уработают. Да, синие волосы? Ха-ха. Не торопитесь пока что. Посмотрим, что они скажут. Верзкий, это все еще твой план или нам пора валить? Не знаю, Саша, но валить нам точно надо. Эти парни вдвоем у нас уработают. И когда будем бежать? Сейчас. В последнее время мы что-то очень много бегаем. Я так спортсменом стану. Хм, как-то странно. Что случилось? Я, конечно, не особо успел посмотреть, но они вроде как и не бежали за нами. Интересно, почему это? Если бы я знал, Саша, если бы я знал. Так, погоди, в этом и заключался твой план? Просто убежать? Да нет, конечно. Ты думаешь, я знал, что этот шпендик сын директора вернется? Так еще и друзей своих притащит. Ну и что нам делать теперь? Так а что вы? Давайте просто нашему классу расскажем и все вместе их отпинаем. Не, нельзя им говорить. Нам сейчас шумиха ни к чему. И так весь город про тебя с Димой говорит. Так еще и это. Нужно что-то другое. А на меня-то ты что уставился? У меня вообще нет идей, как это все исправить. Эй, дерзкий, алло. Вот и сегодня он на меня так же уставился. А потом раз, и как придумал идею? Ну правда мы чуть не влипли из-за нее, но все равно. Народ, я тут придумал, мы переходим ко второму этапу. Да ну нет. И поэтому директор обеспечит вам этим летом поездку в лагерь. Если кто-то хочет, сегодня на последнем уроке подходите. Это будет типа школьный лагерь что ли? Ну не типа, а школьный лагерь. Уже так и вижу, как вы там проблемы натворили. А в центре внимания как всегда Дмитрий. Эээ, кстати, а где он? Еще нет дерзкого Саши и мальчика этого с синими волосами, который... Это я вам как староста класса обещаю. Здорово, Орех. Ну и куда они пропали? Полина, может ты знаешь? Я без понятия. Они как ушли на перемене, так я и не видела их больше. Чувствую непросто так все это. Ой, непросто. Верский, а нам точно ничего не сделают? У нас же урок сейчас. Я тебя умоляю, последние дни перед каникулами. Подумаешь, один урок прогуляли. Ну, может расскажешь уже про второй этап нам? Ну, смотрите. Раз силы нам их не взять, будем брать умом. Умом? Ты серьезно? Ну, мы хоть и не отличники, но знаете что? В этом деле главная смекалка. А у нас ее хоть отбавляй. Ну, лично я до сих пор не понял, что мы должны делать? Короче, мы должны успеть под конец урока. Нефор зайдет в класс к карлику и передаст записку. Там будет говориться о том, что мы ждем их на первом этаже. Ну, мы серьезно будем их ждать на первом этаже? Нет, мы с Димой будем ждать, а вы в гардеробе будете. А блин, почему я в гардеробе-то? Сейчас поймешь. Они спустятся на первый этаж, мы с Димой их встретим. И сейчас не удивляйся, Дима, ты должен будешь ждать Камарану по шапке. А пока он и его дружки очухиваются, мы... Подожди, а бить точно обязательно? Да ладно тебе, Димон, это шанс, я знаю, что ты хочешь. Ну-у-у-у. Вот и отлично, мы вбегаем в гардероб и Саша с Нефором натягивают веровку на уровне ног. И бум, дело в шляпе. Я что-то не понял, а дальше? Ну, а дальше только удача, парни, она нам сегодня капец как нужна. Погнали уже в магазин, нам нужно веровку купить. Офигенный план, надежные-ка швейцарские часы, блин. Времена такие, Димон, пошли уже. Так, и к доске у нас пойдет. О, товарищ директор. Что? Какой директор, Полин? Скажу тебе по секрету, наш директор ни за что бы в жизни не мог бы решить эту задачу. А, твою-то, Алексей Евгеньевич, это мы не про вас, если что. А там, ну, про другого директора, короче. Ну, я так и понял. Ребят, здравствуйте. Вам уже про летний лагерь сказали, да? Я им сказал, что вы на последнем уроке зайдете. Немного раньше освободился. Ну что, есть желающие вообще? Мне еще подумать надо и посоветоваться кое с кем. А его тут пока что нет. Это с Дмитрием, что ли? Рашид Жовдатов, а где он вообще? Не могу знать, товарищ директор. Они с Дерзким и еще одним пропали куда-то. Еще одним? Это синоволосый такой, что ли, да? Да-да, он. Не знаю. Мне кажется, что будет что-то нехорошее. Господи, я надеюсь, это с Камраном никак не связано. Так, ладно, я пойду поищу их, а к вам попозже зайду. Никуда не расходитесь. Ну что, Нефор, передал записку? Да, передал, должны спуститься. Отлично, Саша, Нефор, идите на позиции, они скоро будут. О, и далеко идти не нужно было. Вы чего тут стоите, у вас урок вообще-то? Ммм, твою же, как не вовремя. Здравствуйте, товарищ директор, а мы тут по школе просто ходили. Скоро каникулы ведь, скучать будем, вот и решились пройти. Так, ладно, сам был таким же, поэтому закрой глаза на это. Вам про летний лагерь рассказали уже? Нужны именно те, кто поедет на лето. Товарищ директор, я бы очень хотел туда поехать, но давайте не сейчас, пожалуйста, у нас времени нету. Как это нет? Перемены же, как раз писки составим, и будем отдыхать в летнем лагере. Это вы, что ли, крекеры? Чего хотели? Здравствуй, товарищ директор. Здравствуй, камрад. Мне кажется, или нас что-то не по плану идет? Что нам делать? Тихо, ты только не паникуй. А, товарищ директор, вас там вроде звали только что, идите сходите. Дерзкий, ты о чем? Мне никто никуда не звал. Я объясни-ка лучше мне, что здесь происходит. А, что делать, что делать? А, мазелы в синеволосый, к нам кабинет входит и записку передает. А там говорится, чтобы мы сюда спустились. Вот мы и тут, собственно. Не понимаю, вы что-то замышляете? А, дерзкий, кто-нибудь уже объясните? Димочка-терпилочка, ты чего трясешься-то как суслик? Не надо, Дима, тут директор. Товарищ директор, мне даже что-то жалко его. Вы посмотрите, как боится. Кто его так запугал? Бежим! Саша, тяни веревку! Вы что, совсем охренели?